Так, в первой части у нас будут работать лидеры компании, которые будут рассказывать вам о том, что у нас за бизнес, что у нас за продукт, и что вообще за компания Виловиш, что за Тайга 8 и так далее. Я думаю, вы все уже про это слышали, но вы узнаете об этом чуть подробнее. Возможно, увидите картину с какой-то другой стороны. Поскольку нас сегодня немного, у вас есть возможность лично задавать какие-то вопросы. Я думаю, презентация будет много в другом формате, нежели когда у нас обычно полный зал. Приватная презентация. То есть реально есть возможность у лидеров компании задавать, им задать какие-то вопросы, на которые вы сможете получить тут же ответы. Это крутая возможность для вас. Дальше. Во второй части у нас будут тренинги касательно того, тренинги о том, как проводить встречу, как сделать ее эффективнее, каким образом получить поисковую конверсию, как вообще начинать в стиле бизнеса, как добиваться успеха. Такой формат. Людей, которые будут сюда находить на сцену, я предлагаю горячо приветствовать. Аплодисменты. Репетировать мы не будем, я думаю, все это умеют делать. Давайте поприветствуем для начала презентации лидера компании Валари в рамке Софью Живонева Светлана. Рада вас всех видеть. Я знаю, что будут люди еще подтягиваться. Мы сегодня начнем сначала, поговорим о продукте, а затем уже перейдем к бизнесу. Я хотела начать сначала даже не с презентации, честно сказать. Хотела с вами вообще в принципе обсудить, как у вас прошли эти выходные. По-разному? Что было? Что особенно запомнилось? Что зацепило? Плохая погода, как деда. Снег. Кто-то заметил, да, снег и плохую погоду. Парад. Еще как-то что? Мы наоборот, тут хватили себе, чтобы устроили пикник. То есть вы устроили пикник, да? Отлично. Что еще было у вас? Мясо жарили. Мясо жарили. Баня была. Баня, баня, да. А Саня, получилось переключиться хорошо. Долго? Долго, для кого-то долго. Знаете, для меня просто вот эти дни, они для меня были особенные. И я словила себя на том, что вчера День Победы для меня был такой день волнительный на самом деле. То есть я каждый раз, День Победы для меня, он все больше и больше значит, да? Все больше внутри понимания, что какой ценой далась эта Победа, да? И каждый раз, когда я вижу фотографии тех людей, которые сейчас вставляют у нас на Фейсбуке, да, наши друзья, когда я вижу вот этот бессмертный полк, который проходит сейчас по всей стране, то есть это как-то, знаете, наполняет состоянием какой-то любви к Родине еще, да? Какого-то патриотизма, понимания, что ты тоже причастен, что вообще, в принципе, ты живешь вообще в великой стране. И это, ну, честно, лично для меня, да, это вот все больше и больше значит. Я думаю, что у многих из вас тоже, да, трогает эта тема. У нас великий город, Москва 700, Питер 500, а Новосибирск 300 в этом году. Мы на третьем месяце. Да, их там больше, наверное. Да, я думаю, что, да, их еще, может быть, особо не так все, непонятно, как это считали, вот. Но я думаю, что вот это нас всех объединяет, и, ну, на самом деле, очень здорово, что мы живем в этой стране, и очень здорово, что, на самом деле, наша страна, она очень много чего дает, да, то есть в ней действительно есть очень много героев и очень много изобретений, очень много каких-то разработок. Так вот, я горжусь тем, что компания, наша компания «Головей» — это российская компания. Вот, мы здесь, в Новосибирске, мы из Новосибирска именно с парткурем, и мы именно здесь произвели продукт. То есть, получается, именно отсюда наш продукт будет идти по всей стране. Он будет идти за рубеж, потому что уже есть интерес из разных стран, к нам обращаются люди. Я знаю, что он уже, наш продукт уехал и в Таиланд, и в Камбодже, он уже есть, и в Чехии, и уже отправляли и в Китай, и в Америку. То есть, я знаю, что уже во многих странах есть люди, которые хотят использовать тайгу, потому что, на самом деле, тайга, ну вот у всех людей тайга ассоциируется с чем-то таким настоящим, чистым. То есть, действительно, тайга ведь — это такое экологически чистое место, в котором всё, что растёт, оно всё живое, оно наполнено такой живой энергией. И, соответственно, вот тот продукт, о котором я буду говорить, он как раз вот сделал непосредственно из того, что делает, добывает и даёт нам тайга. Расскажу немножко вот о продукте. Я сама о нём узнала, знаете, когда в самом начале ещё осенью, где-то летом, а в конце лета, ближе к осени, Дмитрий Лаевский, президент компании, он с нами делился о этой идее, что есть такая тема, есть такая идея. Он был очень сильно подышевлён, очень сильно вдохновлён, и нам, лидерам, лидерскому совету рассказывал о том, что это будет. Тогда это было, знаете, что-то такое, ну не верилось, что это вообще возможно. То есть, когда он рассказывал о тех клинических исследованиях, о которых он узнал, когда он рассказывал, он давал нам попробовать, знаете, первые партии тайги, это было так, ну, знаково, да, то есть, когда ты пробуешь, а вот эту итерацию, они бывали разные итерации, разные вкусы, а вот, ну и теперь сейчас уже этот продукт доступен для всех. Вот, и месяц назад, буквально полтора месяца назад у нас начались продажи, то есть, 21 марта, и сейчас, соответственно, продукт у нас есть. Из чего он сделан? То есть, мы берём, то есть, наша компания, сотрудничая с компанией «Сологифт», которая находится в Томске, они, соответственно, для нас производят этот продукт. Чем знаменитая эта компания? Тем, что они обладают высокотехнологичным оборудованием, и на этом оборудовании возможно добыть из хвои самый-самый хвои, правильно, то есть, его можно так и так называть, да, хвоя, хвоя, то есть, можно из хвои добывать порядка 20 субстанций. И вот в Томске именно эта компания, это единственная компания в мире, в которой, в принципе, можно добывать полипринолы. То есть, полипринолы – это как раз одна из тех субстанций, самых ценных, возможно, да, которые входят в состав нашего продукта. Наш продукт, один из продуктов выглядит вот так, это концентрат, экстракт, вот, и, соответственно, полипринолы, которые входят в состав, это те компоненты, которые, они вообще, на самом деле, есть во всех растениях. То есть, во всех овощах, причем вот самых свежих, которые вот только-только сорваны, а вот там есть эти компоненты, соответственно, когда мы кушаем овощи, то, соответственно, эти овощи при переваривании, они метаболизируются в долихол, и, соответственно, там получается, ну, я сейчас про это немножко больше расскажу. Но в обычных овощах, вот этих полипринолов, их просто ничтожно мало. То есть, для того, чтобы съесть суточную дозировку полипринолов, нужно съесть порядка 13 килограммов капусты или свежей морковки. Ну, то есть, мы, понятно, столько не съедаем, ну, тем более в сыром виде, да? А вот, и поэтому получается, что мы из пищи ниоткуда не получаем их. Что делают вот эти полипринолы? Они в печени метаболизируются в долихолы, а долихолы восстанавливают клеточные мембраны. То есть, каждая наша клеточка, она состоит, ну, мы знаем, из мембраны. И в каждой мембране есть такая длинная молекула, которая делает мембрану гибкой, и она помогает вам внутрь клетки пронести глюкозу. Она участвует... То есть, вот эти долихолы, они участвуют в долихолфосфатном цикле, когда внутри наших клеток образуется сырье, да, там, для иммуноглогулинов, коллагена, эластина, эластан, или как это сделать? Эластан, или, ясно, ясно. Плюс различных, там, гормонов, всего остального. То есть, получается, что, когда клетка работает нормально, то, соответственно, она может и нормально делиться, она может воспроизводить все подобные клетки. Вот. А с возрастом и с болезнью вот этих долихолов становится все меньше и меньше, и, соответственно, получается, что мы постоянно эти долихолы теряем. И вот обязательно нужно восполнять запас вот этих долихолов. То есть, мы ее восполняем с помощью наших полипринолов, который входит в состав. Но это еще не все. Вот эти полипринолы, они на самом деле очень ценные, но это только один из компонентов. Второй из компонентов, который входит в состав нашего продукта, это клеточный сок пихты. И вот клеточный сок пихты, он обладает свойствами, он содержит железомольтольный комплекс, и, соответственно, благодаря железу мы можем пронести во внутрь клетки кислород, соответственно, улучшается клеточное дыхание. Мы улучшаем работоспособность, мы повышаем выносливость. Особенно важно это для спортсменов, например. Есть очень много опытов, есть очень много клинических исследований, которые показывают, как продукт работает. Соответственно, получается, что вот этот клеточный сок пихты, вот эта вторая составляющая, тоже очень ценная, очень важная, и по поводу нее тоже очень много исследований есть. И вот эти две компонента, их раньше никому даже не приходило в голову объединить, но ее вообще не удавалось объединить, потому что полипринолы – это масляная субстанция, а клеточные сок пихты – это жидкая субстанция. И, соответственно, для того, чтобы их соединить, ну, представьте, да, мы, допустим, в стакан воды, капни, масла. То есть масло рассечется по стенкам, и все, да. Полипринолов нужно совсем чуть-чуть, да, для того, чтобы, ну, ну, то есть это очень дорогой компонент, во-первых, во-вторых, получается, он был просто растекся, и все. И вот для того, чтобы объединить эти два компонента, мы смогли использовать третий компонент – это хвойная хлорофилокаротиновая паста. То есть и вот эта сама их субстанция, она сама по себе обладает очень многими полезными свойствами, бактерицидными, она обладает ранозаживляющими срок свойствами, ну, и так далее. То есть очень много полезных компонентов входит в нее в состав. И, соответственно, вот эти три компонента, когда мы смогли объединить, что это дало в итоге? Кроме того, что каждый компонент по отдельности обладает лечебными свойствами, и там очень много клинических исследований есть по поводу того, что восстанавливаются клетки печени, мозга, сердца, репродуктивная система и так далее. То есть это у каждого отдельного компонента, то есть, ну, просто сами по себе такие свойства есть. Но вместе, вот именно в синергии, они дают эффект энергии. Причем эта энергия не такая, которая дает кофе. То есть кто из вас периодически пьет кофе? Ну, потому что вкусно, да? То есть мы просто, ну, подсажены уже, ну, так вот, запах, вкус такой, тоже ритуал. Ритуал, да, ритуал, да, ритуал, я тоже, бывает, ну, прям, правда, ну, хочется. Ну, а какой эффект, да, у кофе есть? Кроме того, что оно вкусно, он бодрит, да? То есть получается, что мы можем проснуться из-за кофе, потому что он запах уже, ассоциация. Ну, как работает кофе? Как работают другие, ну, любые энергетики, да, каким они образом работают? Они дают сигнал клетке на то, чтобы клетка выплеснула энергию. То есть я думаю, что вы уже, наверное, знаете, у нас нет органа, который отвечает на выработку энергии. То есть каждая клетка вырабатывает энергию сама, да? И, соответственно, получается, когда, поскольку каждая клетка вырабатывает энергию сама, все клетки, они там, даже часть клеток ночью спит, часть работает, да? Когда мы выпили кофе, одновременно все клетки получили сигнал на то, чтобы выплеснуть энергию. Соответственно, мы раз, резко бодрость почувствовали, да? У нас энергия, мы так проснулись, у нас хорошее настроение, все. Но через какое-то время все клетки берут обратную паузу, потому что, ну, энергия-то выплеснула, и надо же ее выработать. Получается, идет от как? Наш продукт, ЭГА-8, он действует абсолютно по-другому. Он не стимулирует, это не психостимулятор. То есть он никак не стимулирует клетку, соответственно, вы не почувствуете мгновенного результата. Но он восстанавливает. Получается, восстанавливает на уровне каждой клеточки. За счет чего восстановление происходит? Получается, что мы, вот эти полипринолы, которые входят в состав, я про них говорила, да? Они восстанавливают поврежденные клеточные мембраны. И, кстати, когда каждая клетка становится восстановленной, каждая клеточка организма, да? Ну, то есть, получается, восстановление уже на уровне, ну, всех тканей. С одной стороны, получается, идет восстановление клеточек, да? То есть поврежденных мембран, раз. Второе, мы проносим во внутрь клетки глюкозу, и, соответственно, получается, когда глюкоза есть, есть топливо. Третий момент, что мы делаем, идет антиоксидантная защита. То есть получается, что я думаю, что вы знаете, что свободные радикалы, они повреждают как раз мембраны клеток. И для того, чтобы клетки дальше не разрушались, соответственно, мы защищаем клетки от повреждения свободными радикалами. И четвертый момент, который у нас делает наш Тайгар, это мы проносим во внутрь клетки кислород. Помните, я говорила, что железо-мультуральный комплекс, который входит в клеточный сок пихты, он как раз проносит во внутрь клетки кислород. И за счет этого получается, что мы помогаем, то есть у нас есть клетка восстановлена, внутри есть и топливо, и кислород. То есть когда есть дрова, есть кислород, то есть вот она происходит, реакция, горение, выделяется энергия. Соответственно, получается, что в результате клетка, каждая клетка в организме, она вырабатывает энергию, то есть энергия восстанавливается и накапливается во внутренних аккумуляторах. Я сейчас говорю на простом человечачьем медике, не вдаваясь в ВТФ и так далее. То есть получается, что когда каждая клетка организма заряжена, то есть представляете, когда у вас клетки кожи заряжены, то есть у вас кожа светиться начинает, да, когда у вас заряжены клетки всего организма, да, то есть у вас и выносливость повышается, вы успеваете выполнить все, что наметили в течение дня. Вы меньше устаете, вы легче просыпаетесь утром, потому что просто восстановились, выспались и, соответственно, будильник, даже иногда чаще всего до будильника, то есть у меня сегодня очередной раз, время в 7 утра, вставать не обязательно было бы, я могла встать сегодня и в 9, например, но у меня получается все, в 7 утра я просто выспалась, и спать просто не хочется. И это происходит у очень многих людей, у кого-то раньше, кто-то просыпается, кто-то чуть позже, но вот это восстановление быстрое, оно реально есть. И есть результаты, ну, на нашем событии, на большом, мы будем делиться результатами об использовании продукта, но я могу сказать о том, что спортсмены наблюдают, что хорошо можно позаниматься на тренировке, то есть ты больше успеваешь, да, лучше выносливая страсть. Второе, это то, что восстановление после спортивных нагрузок, то есть мышцы не болят. Третий момент, настроение хорошее, то есть многие уже отмечали, что во время каких-то, допустим, стрессовых ситуаций, да, то есть у тебя нормальное состояние, ты легко решаешь любые вопросы, и, соответственно, эмоциональное состояние очень хорошее. Вот, у меня буквально, я вчера написала тоже в нашей группе, у меня была ситуация, мы как раз были на Алтае, мне позвонила девушка и, ну, женщина молодая, и позвонила и заказала еще один продукт. То есть буквально месяц назад у меня, то есть мы с ней созванивались, у нее есть проблемы со здоровьем определенные, то есть у нее астма, и была очень тяжелая такая ситуация, она прям задыхалась, она была на кислороде, и кололи антибиотики, что угодно, да, то есть и она не знала, как себя поддержать, что сделать для того, чтобы, ну, вдохнуть жизнь, да, можно сказать. То есть мне говорят, у меня нет жизненных сил, вот, и я ей сказала, что я тебе ничего не обещаю, да, я им ничего не обещаю, потому что наш продукт, он, ну, я не могу, мы не лечим, да, то есть мы не имеем права лечить. Ну, да, я знаю, что есть очень много клинических исследований по поводу тех компонентов, которые входят в состав, есть очень много восстанавливающих свойств, а возможно, да, что-то, ну, то есть я просто не знаю, на тему астмы, да, сможет, там очень сможет, ну, точно поддержат, да, точно силы будут, энергия будет, по крайней мере, ну, хуже точно не станет. И вот, и она мне звонила, позавчера она мне звонила, как раз мы были в дороге, она звонила, говорит, похоже, мне правда стало лучше именно от этого, то есть она прям чувствовала себя хорошо, то есть она говорит, ну, я прям еще хочу еще, потому что мне реально стало лучше, вот, и спросила, а можно ли ребенку использовать, я говорю, ну, ребенку можно, да, то есть она говорит, ну, похоже, я возьму еще себе и потом еще и ребенку. То есть получается, что вот такие результаты, хотя в принципе, я говорю, наш продукт это не лекарство, это пищевой продукт, который можно использовать у детей и у взрослых. Получается, есть две формы. Первая форма это экстракт, это концентрат. Соответственно, в этом концентрате в нем содержится наш Сибэкспекон, вот эти три компонента, о которых я рассказала. И здесь больше находится вот этого клеточного сока пихты, и соответственно здесь больше антиоксидантные свойства. А второй продукт это бленд. Бленд в его составе дополнительно к нашему Сибэкспекокрексу сюда входит еще 6 дикорастущих ягод. То есть это клюква, брусника, жимолость, облепиха, черника и голубика. То есть мы берем ягоды, делаем из них сок прямого отжима, то есть мы его никак не разбавляем и не концентрируем. То есть абсолютно живой настоящий сок. Мы его пастеризуем при 80 градусах для того, чтобы сохранить все свойства, но при этом чтобы сок просто чуть дольше хранился. И мы добавляем наш Сибэкспекомплекс. Наш комплекс обладает бактерицидными свойствами, соответственно в результате сок не портится. То есть в результате с одной стороны получается, вы имеете тот же самый эффект восстановления организма и получения энергии. И плюс еще здесь абсолютно живые витамины. То есть никак не синтезированы, настоящие, то есть это фактически сила тайги в одном походе. А можно использовать, например, утром это, это бленд в течение дня, например, регистра, можно, то есть они взаимозаменяемые, дополняемые. То есть можно использовать и то, и другое в любом количестве. Вот, я готова ответить на ваши вопросы по поводу продуктов. Кстати, кто хочет попробовать? Кто не пробовал еще? Все пробовали? Все пробовали, хорошо. А есть ли какие-то вопросы в отношении продуктов? Можно при сахарном диабете, могу сказать, что... У меня просто у отца сахарный диабет, да, то есть он спокойно использует, то есть все хорошо. И могу сказать, что при сахарном диабете, то есть сахар не уменьшается. То есть нету динамики, то есть вот клинических исследований, которые бы показывали, что сахарный диабет уходит. Нет. Но есть такой момент. При сахарной диабете нарушается кровоснабжение конечностей, да, и получается, что идет полинейропатия, то есть получается, отчеряется чувствительность пальцев, рук, ног, вот, и как раз наш продукт, он восстанавливает, то есть вот полинейропатия, который входит в состав, есть клинические исследования, которые показывают, что идет восстановление кровоснабжения. Да, то есть есть уже, да, есть результаты среди наших уже вот партнеров даже, которые, ну вот у Александра Шеликова, у него, у папы, у него восстановилась чувствительность пальцев, рук, ног, вот, ну то есть получается в любом случае будет полезно? А? Сахара нету? Нет, мы же не добавляем ни сахара, ни консерванты, никакую химию, ни воду, ничего, то есть абсолютно живой продукт, как он в природе есть, так и есть, все. Вы пробовали чуть-чуть, давайте, я надеюсь, я ходила в мою компанию, ну как, в магазин Аптека, у них есть полипереномы, капсула, там додиодочка, 0,75, у нас 0,85, то, что ближе, наверное, к рекординам вещам. Причем стоимость, например, 40, сколько, 3 или 45 капсул, это на 20 дней, 3,870, но при той, они говорят, можно увеличивать, я говорю, посмотрите, если концентрация 0,75, ты хоть 6 капсул съешь, хоть 8, эффект будет все равно, как, скажем, я такой реабилитационный, а не вот, допустим, если что-то поднимут. Поэтому это очень ценно, что полиперенолы, здесь хорошая концентрация, очень реабилитационная. Ну да, то есть у нас, с одной стороны, есть полиперенолы, и плюс еще, плюс ко всему, да, то есть полиперенолы, это один из компонентов очень ценный, да, и важный. И то, что у нас, он совместно с тыточным стоком пикты, да, и вот получается хлорофилокаротиновой пастой, и при этом получается цена адекватная, да, то есть в принципе, что месячный курс, ну вот это, вот этот флакон, если говорить про розничную цену, да, что его хватает на 25 дней, и, соответственно, стоит 2,5 тысячи. То есть если вы являетесь партнером компании, то, соответственно, вы имеете право получать еще скидку. То есть об этом мы поговорим сейчас тоже. Есть ли какие-то вопросы по продукту еще, вы хотите что-то задать? Все понятно? Отлично. Ну хорошо, тогда я сейчас передам слово лидеру нашей компании, человеку, который про этот бизнес знает все. Сидя же. Да, да, даже больше, да, потому что он участвовал в всех разработках, он знает этот бизнес изнутри, он умеет, строит команду, он умеет воспитывать лидеров, он зарабатывает деньги в этом лидерстве. Это сапфир компании Валентий Бойнов. Спасибо. Спасибо, я довезу на постановление. Не, почему бы хотел, я представил, что это. Товарищи. Просто я никогда так не выступал. Но я тоже хочу получить наслаждение, а не только своей технике поставить лайки переставить. Что еще, моя презентация, и потом я не буду делать презентацию 21 числа, правда же? Потому что каждый раз мне приходится что-то выдумывать, потому что я не люблю повторяться. И я тут пытался посмотреть, как я представил бизнес с разных сторон. Значит, первая была моя презентация, я делал презентацию с точки зрения позиционирования. То есть я просто сам маркетолог, и позиционирование это то, за что владельцы бизнеса готовы отдать 90% денег, которых они заработали. Что-то одно слово, то, что тебя отличает от других конкурентов, или то, что тебя отличает от рынка. Если ты там слово правильно спозиционировал и донес до целевой аудитории, все ты победил. У многих людей, у многих бизнесов нет позиционирования. Поэтому я рассказывал, как отличается позиционирование нашего продукта на рынке, и как отличается позиционирование нашего бизнеса. Все, я не буду продвигать. Можно будет посмотреть где-нибудь на моем канале на YouTube, если вдруг там что-то не удалилось. Второе, когда я рассказывал, я рассказывал с точки зрения, что есть четыре стратегии успеха. То есть если эти четыре стратегии точно присутствуют в твоем бизнесе, знаете, такой как чек-лист. Вот это есть, вот это есть, вот это есть, вот это есть, вот это есть. Тогда твой бизнес на 99% он успешен. Если у тебя хотя бы по одной галочке не пробивается, скорее всего у тебя возит идет рубилька, и у тебя будет беда с бизнесом. То есть четыре стратегии я тоже рассказывал, причем, по-моему, два раза. Да тоже можно будет посмотреть где-то там записи, или спросить тех людей, кто уже был на подобной презентажке. В прошлый раз я рассказывал про тренды. То есть я вам говорил, что такое форсайт, я говорил о том, что тренд это до бурного роста. Тренд это пока еще не все поняли. Я вам говорил про инноваторов, что этот бизнес сейчас ловит те люди, которые не являются там просто большинством или последователями, а те, кто являются в какой-то мере инноваторами. И что любые новые товары или услуги, они проходят, как правило, три жизненных цикла. К вам нафиг это нужно? Дай попробую, как мы без этого жили? Я вам говорю об уникальной ситуации, что мы пять лет назад были сильно другие люди. Ладно же? И через пять лет будем совсем другие люди. А мы бизнес свой на пять лет точно вперед планируем. И мы сегодня об этом чуть-чуть поговорим, потому что у нас есть стратегия определенного выхода на рынок. У нас есть стратегия выхода на IPO, у нас есть стратегия захвата ста городов. И если ты планируешь свой бизнес строить через пять лет, ты должен прогнозировать, какой рынок будет через пять лет. Какие будут потребительские особенности через пять лет. Как люди, по какому критерию выбора люди будут покупать твой продукт. Что для них будет являться важным. То есть это понимание, опять же, глубины, прям вот этих драйверов, мотивов людей. Понимание тренда, как развивается рынок. И на пересечении трендов как раз-таки находятся очень крутые бизнес-возможности. Поэтому я тоже об этом рассказывал, сегодня про это не буду. Я думал, о чем же сегодня поговорить? Поэтому я решил по-простому. Ну, чтобы не заморачиваться всеми там совсем бизнесовыми маркетинговыми вещами, я предлагаю поговорить просто такое простое слово, как выгода. Поэтому давайте сейчас не поговорим про выгоды. Но перейдем, как к этому перейти. Я хочу просто, чтобы у нас был интерактив, то что сегодня. Скажите мне, какие вы знаете успешные бизнесы? Какие бизнесы успешные? Бренды бизнеса. Продажи наркотик. Да, это имеет место быть. А давайте я скорректирую. Давайте быть проведущейся к экономике. Ну, то есть, я бы хотел... Дело в том, что это, кстати, классная реплика, и я объясню, чем мы отличаемся. У нас есть ценность, которую мы не готовы менять на что-либо. И она звучит таким образом. Она написана на сайте, что мы хотим гордиться тем, что мы делаем. Нет, мы хотим гордиться тем, что мы делаем. Здоровье – это сегмент внутренний. Поэтому продажи наркотики я бы не гордился. И, знаете, я, будучи владельцем одной из крупнейших рекламных холдингов, здесь, наверное, на территории Сибири, у меня было много контрактов. Это было начало 2000-х годов, и только-только международные бренды завоевывали российский рынок. И выходили на наши рынки Марборо, Филипп Моррис, различные кинные бренды, типа Балтика, Пикра и так далее. Проктор и Гэмбелл со своими овлесами, хаггисами, ну и прочая история. И когда я делал рекламы, мне было... Когда я был молодой, мне было все равно. Ну, какой бизнес рекламировать, сигареты это или пиво? А потом все изменилось. И я поэтому ушел из того бизнеса в том числе. Что я не хотел больше рекламировать сигареты и пиво, потому что я понимал, что я таким образом рекламирую своему сыну. И когда ему было 15 лет, 13 лет, и мне вдруг попала статистика от Пикра, это Каспельский завод, который мы рекламировали 3 года, с Пепидио, кстати, кто знает, что это такое, это был мой заказчик. И я вдруг с ужасом обнаружил, что средняя цельная аудитория, потребляющая пиво Пикра, тогда мой галитизатор был 15-летний подростки. И я понял, что я не хочу это делать больше. И я поэтому поменялся, и я этим не горжусь. Это был мой этап накопления капитала, мне это было интересно, но сейчас я не хочу это делать. Поэтому ценность нашей компании, мы хотим все-таки гордиться тем, что мы делаем. Поэтому не наркотики. Поэтому давайте говорить, ну и не оружие тоже. Давайте говорить про рыночьихся перегонаний. Что вы знаете, чем вы гордились? Что вы хотели рассказывать детям, родителям, друзьям, близким? Если бы пить про то, что сейчас выгодно, то есть получается... Какой бизнес вы знаете успешно? Apple. Apple. Крутой бизнес Apple. А у кого айфоны? У меня айфоны. Прикольно, да? Кто... А у кого Nokia? Вообще ни одной руки. Одна есть. А? Microsoft. А у кого Samsung? Это просто я уже как макетолог. А кто планирует свой следующий телефон купить Apple? А кто планирует следующий купить Samsung? А кто планирует следующий купить Microsoft? Да, да, да. Не друг, смотри. Одна, это приверженность. Хорошо. Окей, Apple. Есть еще успешный бизнес? Гостиничный бизнес. Ты думаешь? Он успешный? Ну, брендовый. Академия Агофи успешная. Который брендовый, конечно. А, ну, нет. Газпром нефть опять не секрет, не речься к экономике. Это государственная история. И поэтому это немножко не наша история. Давайте тот бизнес, который доступен, ну, нам, простым смертно. Facebook. Facebook. Прекрасно. Сколько его продать? За миллиард? Его можно продать? Да. И вот страшный жадный супер продал. Хорошо. Смотрите, что еще? Академия кофе. Да. PFC. PFC, франшиза. Есть, да. Это уже пропал творожитель к экономике. Дальше. Сидерстана, Дениса Иванова, Иссор Шнадзор. Сидерстана, как? Дениса Иванова, Билмана, чашки кофе. Ну, это целый полный день. Да, да, да. Хорошо. Как это думаете? Нормально. О, смотрите, разошлось. Хорошо. WhatsApp и Instagram. WhatsApp и Instagram. Что эти бизнесы объединяет? Идея. О, ну, ты зачем подсказываешь? То есть, ребята, смотрите. Эти бизнесы объединяют какая-то крутящая идея, правда? Ну, Facebook, Instagram, WhatsApp. Это же крутая идея, да, коммуницировать с большим количеством людей одновременно, при этом ты можешь вести там одну жизнь, а реально другую. Ну, то есть, это же прям прикольная идея. Или создать какую-то там, то, что сделал Стив Джобс, да, просто поменять мир. Помните все эти фантастические фильмы? Вспомнить все, что швастнеггером. Когда ты смотришь, ты видишь человека, и ты разговариваешь с ним, и ты еще пальцем тыкаешь, а не кнопки. И ты, вот этот вот жест, да? Вы видели, да, детишки сейчас, которые в несколько лет, они подходят к телевизору и пытаются его расширить. Ну, то есть, им уже в голову. То есть, это уже все, это уже жест, который вот оттуда, понимаете? Или там в два раза тупикнуть, чтобы там что-то расширилось. То есть, это же, это же поменяло нас, да, мир вообще? Вы же можете представить, что через пять лет вообще кнопок не будет нигде? Не на спиральных машинках там. Да, и разница только в том, что эти девайсы пока у нас в карманах, ну, еще немножко, и они уже будут сширить под кожу. Еще чуть-чуть, и мы уже будем такие носимые. Это неплохо и нехорошо. Вы знаете, что уже чипуют животных? У нас дочь живет в Праге. Она говорит, там все животные чипованы. И уже делают тахпорта биометрические. Это все, не знаю, если не через пять лет, через пятнадцать уж точно. И нам уже, у нас не будет уже кошельков, у нас не будет бумажных денег. Мы прошли, там почему какой-то сканер, там все, что нужно, снялось. И силой мысли, вы знаете, да, что уже силой мысли есть дополненная реальность, которую можно управлять при помощи очков окнами, передвижениями. То есть, пока это просто чем бандуры, они еще, может быть, не точно работают, но это же ведь можно представить, что скоро это будет, да, я подумал, и моя смс-ка прилетела тебе, и ты раз такой и принял. Метро можно оплачивать, и космос, и сразу, а один. Мы так не говорим. Смотри, я сейчас говорю про то, что мир сильно меняется. И он будет меняться, хотим мы того или нет. И что у нас есть? У нас есть возможность следовать этим изменениям. Или пережидать их. Ну, то есть, можно переждать Apple? Ну, то есть, или WhatsApp переждать? Наверное, да. Уехать туда-нибудь в Тойгу и там переждать. Но, и там тоже сейчас есть спутниковая тарелка, мы были на Алдае, и там, короче, что-то что-то пилигает все равно. Можно сказать, что это все? Можно. Но если мы живем в каком-то социальном мире, если мы хотим какой-то строить бизнес, мы же не можем строить бизнес там, где нет связи. Нам нужно с кем-то взаимодействовать. Поэтому, смотрите, должна быть крутая идея. Как вы думаете, та идея, которая связана с нашим продуктом, она крутая, нет? Крутая. Смотрите, что эта энергия, что этот продукт дает? Смотрите, он же хитрый продукт. Это же правда, наш Дмитрий Лаевский, он же круче, чем жопся. Он придумал хитрую историю. А хитрость это стратегия. Он придумал, что эту штуку люди покупают себе. Они чувствуют сначала некую бодрость и энергию. Ну, в течение недельки. А потом, через несколько месяцев, они чувствуют какой-то восстановительный эффект. И, естественно, ты же не хочешь от этого отказываться. Правда же? Ну, то есть, сначала ты такой на бодрике и ты понимаешь, что эта энергия не вредная, а полезная. А потом у тебя что-то там восстановилась печень, там что-то еще, и тебе клево стало. А насчет вечной жизни, ведь это так и есть. Компания Виловик, когда организовывалась 6,5 лет назад, она ведь и брала на себя позиционирование в рамке рынка антивозрастных продуктов. Мы говорим про продление молодого ресурсного состояния. Вы наверняка знаете, что наше тело рассчитано, вообще так говоря, на 120 лет активной жизни. В смысле не то, что ты 80 лет стал овощем, из плотия дети улыбки выносят. Нет, в смысле 120 лет ты нормальный мужчина и ты нормальный женщина. В полном смысле этого слова. И ты можешь прыгать с парашюта, кататься со мной на скейте, ходить на дискотеке и на все прочее. И вы наверняка знаете, что уже все больше и больше тестов, живут после 100 лет, и 120 лет скоро будет тоже обычной реальностью. Ну, то есть, вопрос, сколько я пройдет, 20 лет пройдет или 30 лет пройдет. Вы знаете, сколько сейчас, кто знает, не отвечает на вопрос, сколько сейчас людей в Новосибирске после 60 лет живет? Вот положите в процентном соотношении. Каждый четвертый уже. А вы помните 15 лет назад, сколько таких было людей? Казалось, 60 лет это же все уже, это же уже возраст, когда ты должен умиреть. Потому что, ребят, когда мы начинали, у нас есть статистика. Средняя продолжительность мужчин 7 лет назад, это официальная статистика Российской Федерации, была 58 лет, женщин 63. Это было 7 лет назад. А сейчас говорят, что каждый четвертый житель Новосибирска не самого лучшего региона в России, уже после 60 лет. Как изменилась вообще ситуация за 7 лет? А вы можете представить, что будет еще через 7 лет? Я про это говорю, это тренды, их можно использовать. Поэтому идея продукта очень крутая, она находится в тренде вот этого долголетия, в тренде ЗОЖа. Она находится в состоянии того, что она дает тебе моментальный, достаточно быстрый эффект, который люди хотят в энергию, потому что энергию люди не могут восполнить. А потом это еще и дает тебе восстановление, у кого печень, у кого кожа, у кого сахарного диабета, у кого еще чего. И это ты уже, что хочешь продолжать продолжать. Ты не хочешь пить химию, ты хочешь пить что-то нормальное, наше, наежное, сибирское, хвойное. Есть у кого-нибудь проблему в ассоциативном ряде? Сибирь, тайга, хвоя, полезно. Сибирь, хвоя, тайга, бред. Это есть такое? Нет, полезно. Полезно, понимаете? Потому что мы хотим послышать воздухом, мы едем в хвойный лес. Мы хотим пособирать грибочки, и мы смотрим где-то под хвойными его историей. Мы хотим построить дом в хвойном лесу, правда? Из хвойного леса. Хорошо, а теперь давайте про выгоду поговорим. Смотрите, продукт выходный для людей. Да. Выгодный. Мы сейчас находимся на этапе старта. Мы открыли продажи полтора месяца назад. И ведь выгодно, что здесь сегодня мало людей. Выгодно. А почему выгодно? Потому что я могу рассказать всем, кто меня знает, я. А через какое-то время появятся еще другие. А они будут рассказывать. А потому что я первый, да, еще слышу? Да, конечно. А как вы думаете, выгодно было продавать Apple, если бы ты был первым в Новосибирске, который бы продавал продукцию Apple? Это было бы выгодно, чем, например, начать продавать Apple сейчас? Когда было бы выгоднее? Сейчас тоже ничего так. Ну да, а когда было бы выгодно? Нет, ну если бы ты был первый и потом все бы с собой, то это назначено. А это другая история. Смотри, мы сейчас говорим. Прикольно, что мы одни из первых. Это выгодно. Второе. Как вы думаете, то, что это сетевой маркетинг, это выгодно? Потому что Света сказал, что если ты начинаешь об этом рассказывать, твои люди рассказывают еще кому-то, а они рассказывают еще кому-то, возникает такая что? Пирамиточка такая. Это называется, знаете, это как армия. Что? Я так. Как вот, вот смотрите, армия напоминает пирамиду? Ну да. Выгодно в армии быть бойцом или генералом? Генералом. В армии служат два человека. Ядовой и генералом. Ядовой и середине. А как вы? Выгодно быть женой генералом. Хорошо. Выгодно быть женой севика. То есть, смотрите, я о чем говорю, что, как сказала Света, сейчас начнет об этом трубить рынок. Сейчас об этом начнут люди рассказывать друг другу. Уже начинают. Уже начинает быть пересечение, правда? Да. У нас уже там много пересечений? Да. Сколько раз? Ну, у нас пока один раз. Один раз? А еще с кем-то у меня было пересечение. Еще с тобой было пересечение. То есть, у нас уже в Новосибирске, мы месяц находимся на рынке, а уже есть люди, которые узнают не от тебя друга, а от другого друга узнают. И уже не прикольно, что он находится не под тобой, а уже под кем-то. Ну да. И тебе уже не выгодно, потому что ты что, протупил маленько, правда? Да. В этом история. Давайте дальше идти. Кто разбирается в бонусах и системах выплат? Есть немного. Скажите, выгоднее, когда платят больше? Да. Чем, когда платят меньше? Это не имеет оспорения. Ну, насчет генерала, потому что я не попал, а насчет платят больше попал. Смотрите, дело в том, что так построен маркетинг-фонд, что у нас платят больше. И поэтому выгоднее, когда платят тебе больше. Потому что, смотрите, если человек будет заниматься только розничной продажей, мы можем представить, что будут люди, которые не будут строить сеть. Они будут заниматься только продажей. И зарабатывать почти 60% с розницей, это же выгодно, чем зарабатывать теперь 30%. Ну да. Правда же? Ну, то есть ты продал продукты на 10 тысяч, заработал почти 6. Прикольно. Или ты продал продукты на 100 тысяч, заработал 60. Или ты продал 1000 продуктов на миллион, заработал 600. Это касается тех, кто, например, будет продавать, у него есть какие-то ресурсы для розничной продажи. То есть это же выгодно, чем, например, продавать и иметь 4% с розницей. Поэтому, если мы говорим, кто-то сегодня тут сказали, что-то про нефть, про газ. Ребята зарабатывают с нефти и с газа, которые торгуют ее розницу, несколько процентов. Но они зарабатывают над тем, что берут большими объемами. И то, что это штука, которая нужна всем. То есть там рост 4-6% у них маржа. Если вы посмотрите на рынок европейский и американский, то годовая маржинальность тех по рынкам считается 2-3% даже сильно хорошо. Мы сейчас говорим про 60%. Это другие порядки вообще цифров. Этот продукт, я думаю, по востребованности будет не хуже нефти. Потому что тема энергии и восстановления сильно шибко нужна людям. Но только ты можешь заправиться на лукоиле, можешь на газ, пром, нефти, может быть, еще где-то заправить. А этот ты только можешь у нас заправить, больше не мне. Вы любите сам хвою говорить, пытаясь ее сделать в удобной упаковке. Скажите, если люди, которые активируются тебе в бизнес, а мы сейчас на самом начальном этапе очень много будем пролегать в себе людей, и за каждую такую активацию ты получаешь премию, причем неважно, с первой этой линии, вторая этой линии, или, прошу прощения, 30-я этой линии, это выгодно, когда тебе платят только с первой линии, а по сути до бесконечности? Выгодно. Выгодно или нет? Конечно. Вы знаете компанию, где за каждую активацию платят деньги? Стартовый бонус. За каждую активацию, неважно, где ты находишься в глубине. У нас так есть. Вы знаете компанию, где платят 60% розничное время? Кроме и нашей. Я перечислил два бонуса. Давайте третий скажу. Вы знаете, что когда ваш партнер выходит на определенный уровень, и он начинает зарабатывать бинарный бонус, вам за то, что он зарабатывает, еще платят дополнительно с его бонусом, плюсом бонусом. То есть, как обычно происходит. Есть партнер, он доходит до какого-то уровня. Есть под ним его партнер. И когда он его достигает по квалификации, у него что? Отбирают кусочек, отстегивают. А у нас не так. У нас твой партнер начинает зарабатывать, а ты за то, что ты его привел, научил, помог, тебе платят до 50% с его бонуса. Выгодно растить партнера? Или выгодно, чтобы он не достигал твоего уровня? Выгодно растить. Выгодно растить, правда? То есть, это тоже у нас есть. Смотрите, и все бонусы, которые я вам сейчас перечисляю, они все суммируются. Этот бонус, который я назвал, он платится до седьмого поколения. То есть, тебе выгодно расти не только первую линию, а еще вторую, третью, до седьмого уровня. У тебя в первом поколении может быть десять человек, во втором их может быть сто, а в седьмом их может быть тысяча. И ты из всех этих тысячи людей понемножечку получаешь за счет того, что они тоже зарабатывают. Поэтому тебе с партнерами не только прикольно общаться, но мне еще с тобой и выгодно общаться. Ну да. Понимаешь? Хотя ты не моя первая линия. Какая ты моя линия? Четвертая? Третья. Третья. Ну мне становится... Четвертая. Да не важно. Третья или четвертая, я все равно с тобой выгодно. Помимо того, что мне еще и прикольно. А теперь фишка. Четвертый бонус. Смотрите. Ты находишься в бинарном деле. Буду сейчас даже нарисую. По-бинуту? Или поближе? Поближе. Ты находишься в бинарном деле. Ух ты какой! И ты начинаешь строить. Пописал двух человек. Люди подписали там еще у кого-то. И так вот это до бесконечности. Здесь находится твой наставник, то есть спонсор, который тебя привлек. И этот спонсор берет и под тебя подписывает человеку. А этот человек, например, оказался в Пекине. И все китайцы. Под ним. Представляете? А здесь есть еще какой-то твой наставник. И этот наставник взял и прописал человека, а он находится в Нью-Йорке. И, короче, есть Нью-Йорк. И тебе с этих людей система считает автоматически суммирует все бонусы, небо и право и вероятности. И кипать от этого процента. Неважно, твои это люди или люди людей. Скажите, не выгодно своих людей ставить под моих людей? Конечно. Это же выгодно. Это выгодно. А представляете, вот эти люди, ты и твои партнеры, когда начинают запомнить эту матрицу, они тоже берут и под китайцев кого-то ставят тоже свою. А выгодно, получается, друг другу помогают. Да, конечно. Получается, что ты не только зарабатываешь со своих собственных усилий, а ты еще зарабатываешь только потому, что ты занял это место вверху, и начал эту историю раскачивать. И получается, что партнеры твои помогают партнерам не твоим, и так далее до бесконечности. Вот эти бинарные матрицы, они по этому называются высокоскоростные. Поэтому это выгодно. Я вам сказал четыре вида бонусов. Скажите, давайте, наверное, я обычно три рассказываю. Давайте сегодня я что-то разошелся. Хотите пятый? Пятый. Смотрите, я сказал о том, что, возможно, вы их не до конца осознаете еще. Но эти бонусы пока есть. Скажите, когда... Вы знаете, да, что когда ты или твои друзья в городе начинают развивать эту сеть, и когда город выходит на товарооборот больше полутора миллионов, то компания финансирует за собственные свои деньги открытие в вашем городе, неважно, это Москва или не Рюнгрия, открытие фронт-офиса, открытие шоу-рума и представительства. Это твоя точка продаж. И люди, которые покупают там, неважно, с твоей ветки, с твоего бинара или не с твоего, ты с этого дополнительно имеешь еще проценты. Это выгодно? Когда компания финансирует за свои деньги, открытие в твоем городе, представительство, там склад, там компьютеры стоят, там девочки сидят, там есть переговорка, там есть тренинг-рум, и ты за это ничего не платишь. Выгодно. Я тебе еще доплачиваю. Это прикольно, это выгодно? Конечно. Это пятый бонус. Сходите шестой? А вы знаете, да, что сейчас еще есть возможность стать совладельцем компании, стать акционером компанией. Блин, я обещаю, я послезавтра проведу, сразу скажу, в 10 часов вечера вебинар на эту тему. Берископ смотрите. Смотрите, вы сейчас можете стать совладельцами виллайвии. Я вам расскажу пример. В 78-м году Стив Джобс, отставить Apple, они вывели на рынок 15% своих акций. И 1000 долларов в 78-го года по текущему курсу, кстати, 1000 долларов тогда, сейчас знаете сколько стоит? Можете цифру назвать? 21 миллион. 21 миллион долларов. Тысяча тогда вложенная, сейчас стоит 21 миллион. Вы можете представить эту цифру? Мы хотим сделать подобное. Мы пока не говорим о том, что это будет 30-летка, мы говорим про 5-летку. Мы говорим о том, что деньги, которые ты вложил сейчас в акции, через 5 лет будут стоить в 30 раз дороже. Как вы думаете, выгодно стать совладельцем компании? Эта штука не будет долгой. Она будет сейчас. И уже с 1 июня стоимость акций повышается на 10%. Поэтому это тоже бонус. И он тоже будет доступен тем людям, которые в самом начале сейчас придут. Потому что как только 10% акций будет прована в компании виллайвии, лапочка закроется. И уже туда будет невозможно зайти. То есть уже совет акционеров будет сформирован. И только уже если друг с другом ты договоришь, то ты можешь эти акции купить. Но не думаешь, что кто-то будет их вдруг продавать. 6 бонусов, я сказал. Есть еще 6. Прочитайте остальные самостоятельно. Или спросите у тех людей, кто вас сюда привели. Скажите еще такой момент. Как вы думаете, выгодно быть на рынке, когда куча конкурентов или когда нет конкурентов? Когда куча конкурентов или когда нет конкурентов? Конечно, куча конкурентов. Попробуйте мне назвать 10 марок посолнечного масла. Алина. Хорошо, назовите мне 10 марок воды. Питьевой воды. Норинга. 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 Шампунь. Дублинг. А назовите мне 10 марок шампуней. А назовите мне 10 марок продуктов, которые полезны, дают энергию восстановлению организма. Даю. А кроме? Все. Энергию дают? Энергию дают? Восстановление дают. Шампунь дает энергию. Хорошо. А еще 9. Ну, смотрите, вот это сейчас говорит индикатор о том, что мы находимся в ней конкурентной зоне. Это говорит о том, что у нас тоже сейчас выгодно. Вы можете представить, что через 5 лет так не будет и, скорее всего, кто-то тоже этот сегмент полезет? Конечно. Конечно. И мы не говорим, что эта штука будет бесконечно долго. Мы говорим, что выгодно, это примерно когда такая пословица. В нужном месте, в нужное время действуй быстро. Потому что тренды не бывают долго, выгода не бывает долго. Поэтому, если ты что-то увидел, что-то тебе понравилось, что-то ты точно зацепил, то стоит просто это быстренько рассмотреть. Поэтому я к чему вас призываю? Я призываю внимательно ознакомиться с нашим предложением, заключить контракт с компанией. У вас есть два возможности входа. У вас есть возможность зайти на базовый вход, купить два продукта за 5000 рублей. Или можно зайти на базовый вход, на бизнес вход. 20 продуктов, но не за 50, а за 34-400. Этот вид входа дает вам в 6 раз больше бонусов, чем вот этот. Поэтому я как рекомендую. Если вы сомневаетесь, если вы не уверены, если вы еще приглядываетесь, если вы еще хотите протестировать продукт, что об этом говорят люди. Заходите вот сюда. Начинайте пробовать продукт, начинайте строить этот бизнес. Если вы точно решили, и вы точно заточены на деньги, тогда заходите на этот вход и зарабатывайте сразу вместе все деньги, которые только компания предлагает. Ну, собственно, мы идем, мы начинаем. У нас в этом году открытие еще семи городов. Решайте, в каком городе ваши друзья будут главными. И, собственно, в Новосибирске вы что-то уже не попилили, как вы видите. Спасибо вам большое. Надеюсь, что я был полезен для вас. Друзья, у нас сейчас пауза 3 минуты. Можно попить водические, решить какие-то технические вопросы. И дальше у нас начнется тренинговая часть. Она будет до 9 часов.